Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 26 марта, на улице минус 5, здесь у меня 30. Я продолжаю готовить грунт в теплице, завтра буду высаживать свои томаты. А сейчас мы говорим о капусте. В предыдущем видео я рассказала, какие сорта капусты нужно сеять в первую очередь. Это именно скороспелые и позднеспелые с самым-самым большим сроком вегетации, созревания. Почему объяснила, повторять не буду. В этом видео я хочу вам рассказать, как правильно посеять капусту, что капуста любит. Сразу скажу, что в этом видео нет самого процесса посева, как раскладывать семена. Я хочу объяснить, почему. Сам посев, он очень простой. Иногда вот эти все процедуры, посев, пикировка, там даже показывать нечего. Но семена капусты просто сыпем, раскладываем и все. Вот, как говорится, дьявол кроется в детали. Главное, до того, как посеять, вы должны знать, какие условия любит капуста. Что нужно до посева сделать, что нужно после посева сделать. Ну а посеять семена сможет любой. В описании к этому видео, я прошла год, мне ссылки скину. И посмотрите, как я сею. Очень просто. Я сею и в теплицу, и в лоток везде. Просто делаю бороздки, рассыпаю семена. Самое главное, что вы должны знать, что капуста у нас, она особенная. Она не похожа ни на кого других. Вот если мы говорим томат, огурец, баклажан, перец. При посеве нужна температура 20-22 градуса. Что они теплолюбивые. Что меньше 15 градусов для них плохо. Для перца, особенно для баклажана. Ну а для томатов ниже 10 градусов. Из этого понятно, что они немножко неженки по сравнению с капустой. Капуста, она холодостойкая. Но она не только холодостойкая, она еще и холодолюбивая. Нам вот сложно представить, что есть растения, которые любят холод. Любят холод. Капуста любит. Она никогда не будет хорошо расти в тепле. Вот в комнатных наших условиях, в душных. Ой, мне самой уже здесь душно. В душных условиях. Она любит холод и свет. Если вы будете вот соблюдать, вот дадите ей то, что она хочет. Рассада будет у вас прекрасная. Но, во-первых, вырастить в комнатных условиях очень сложно капусту. Лучше всего или в холодных теплицах поликарбонатовых. Или даже в лоток посеять, выставлять днем на улицу, на ночь заносить. Люди на холодные лоджии выставляют. Некоторые даже сеют, запихивают в холодильник. В холодильник растения, чтобы она там первое время взошла и чтобы сразу не вытянулась. Если она всходит у вас в комнатных условиях, при недостатке света и при теплой температуре, за первые сутки она успеет вытянуться и даже упасть. Все. Начнем про посев. Вот если сеять, например, я нынче буду сеять в лоток, в обыкновенный посевной лоток. Так же, как томаты. Буду, насыплю грунт 7-8 см, сделаю дорожки через 4-5 см и буду не по одной раскладывать, а буду просто вот так посыплю, как сеем редиску иногда. Но самое главное, что перед тем, как посыпать семена, нужно сильно-сильно-сильно промочить вот эти дорожки. Если будет суховатый грунт, то капусте будет плохо. Она влаголюбивая. Но одновременно с тем, что она влаголюбивая, посевы потом, вот эту всходы рассады, нельзя сильно поливать, потому что она очень восприимчива к болезням. Ее часто сжирает черная ножка. И тут мы должны так же, как с петунией обходиться. И поливать-то ее нужно, чтобы она не пересохла. Но и переливать нельзя, потому что первые вот сходы, первые дни будут очень-очень нежные. Значит, проливаем дорожки, раскладываем семена, закрываем небольшим слоем земли полсантиметра. И снова хорошо поливаем и дорожки, и хорошо поливаем весь вот этот лоток и закрываем пленкой. Но самое главное, что мы должны сделать после этого, мы должны куда-то ее в холодное место. Уже повторила, или повторяю, или на балкон, или на лоджию, или ищите в доме вообще самое холодное окно, куда от батареи тепла, не от батареи, закройте какой-нибудь тряпкой. И вот в этом холоде она должна стоять. Обязательно свет. Если окно южное и хорошо светит, достаточно солнца, если нет такого света, ну как, нету света солнечного, обязательно досветка. Ну, конечно, идеальный вариант это выращивание рассады капусты на улице. Посеяли лоток, выставили в холодную теплицу, например, в поликарбонату, без подогрева, без всякого. Или, если температура на улице 0, плюс 1, плюс 2, ночью пусть даже минус 1, выставить ее на улицу. Если ночные температуры будут понижаться более чем минус 3, минус 5, на ночь заносить домой. Ну, насколько вот и все, кто с опытом огородники и вообще все мои знакомые скажут, что на улице при холодной температуре она вот самая коренастая, она самая выносливая. Но тут не надо забывать, как только она взойдет, пленочку сразу убирать, вот эти молодые всходы следить, чтобы они не пересыхал, вот этот лоточек. Нужно поливать обязательно, но не делать, опять же, болотца, так же, как с томатами. Полив регулярный, пересыхать ей нельзя, но и смачивать ее нельзя. Вырастить рассаду капусты очень просто, просто нужно знать, что не нужно ее держать в тепле. И от недостатка солнца, света, она очень вытягивается, все, потек пот, по мне. Короче, холод и свет, все, это главные условия для выращивания рассады капусты. Все, до свидания.